Примерно июль 23-го года. В этот момент, по сути, начался обратный отчет в жизни погибшего мужчины. Как говорит его родной брат, именно летом прошлого года близкий родственник начал проживать вместе с подсудимой. Втеревшись в доверие для инвалида-колясочника, она стала вроде сиделки. Правда, намерения у нее были далеко не благородные. Я считаю, что данное судебное заседание должно было состояться гораздо и гораздо раньше. На момент того, когда она первый раз сначала украла деньги в сумме 15 тысяч, потом на какое-то время пропала. Через какое-то время украла телефон. Об этом, обо всем были поданы заявления в полицию. После этого опять на какое-то время пропала. Жила женщина исключительно за счет погибшего. Постоянно спаивала его, а закончилось все убийством, говорит мужчина. В том, что к этому преступлению причастны именно подсудимые, у следствия практически нет сомнений. Я так признаюсь и ничего не говорю. Я говорю, знаете, что я пил. А вот тот факт, что я ударила, вот это я вообще не помню. Это неудивительно. Согласно показаниям подсудимой, незадолго до убийства они вместе с сожителем распивали спиртное. Выпили около литра крепкого алкоголя. Далее ссора, завершила которую кровавая расправа. Мышина, осознавая, что ее действием будет причинить телесные повреждения и наступит смерть. Жила этого, используя нож в качестве оружия, нанесла два удара в область грудной клетки, то есть в область расположения жизненно важных органов. За данное преступление подсудимый светит внушительный срок. По данной статье ей грозит до 15 лет лишения свободы. Завтра по данному делу пройдут прения сторон и возможно состоится вынесение приговора. Александр Халин, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.